Мы находимся на территории нефтеперекачивающей станции номер 27. Она находится неподалеку от села Екатеринославка и работает с 2012 года. Вот по этим трубам течет нефть, насосы создают давление и толкают нефть вперед. Труба уходит под землю и прямиком на Хабаровск. Увидеть саму нефть на станции проблема. Фонтаны с черным золотом, нефть в колбах – все это фантазии народа, с улыбкой говорят сотрудники станции. Нефтепровод проходит под землей на глубине больше метра. Специалисты каждые два часа проводят замеры в магистральной насосной. Три работающих агрегата и один запасной – это сердце нефтеперекачивающей станции. Вот так она выглядит с высоты птичьего полета. Территория нефтеперекачивающей станции, сокращенно НПС, составляет почти 9,5 гектаров. Это третья станция в области. Нефть добывают в Восточной и Западной Сибири и транспортируют по территории Амурской области. Первой черное золото принимает станция в Сковородине. Следующий толчок к нефтепотоку дает станция в поселке Мухино Шимановского района. Далее по маршруту – НПС номер 27 возле Екатеринославки, а также нефтеперекачивающая станция в Хабаровске и терминал в Козьмино Приморского края. Оттуда нефть экспортируют на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Этот участок протяженностью свыше 2000 километров относится ко второй очереди трубопровода ВСТО – Восточная Сибирь, Тихий океан. Поставка сырья по трубе, а не по железной дороге, гораздо безопаснее и исключает задержки. Станции подразделяются на головные нефтеперекачивающие станции и промежуточные. Эта станция относится к промежуточной. Является станцией повысителем давления для повышения давления в трубопроводе, для докачки до следующей станции. Станция в Екатеринославке через три года тоже станет головной, когда здесь построят свои резервуары с нефтью. Управлять станцией просто – работает автоматика. Оператор видит трубу и нефтяные заслонки на нескольких мониторах и с помощью одной кнопки может остановить процесс перекачки нефти, если что-то пойдет не так. Но, к счастью, здесь не было внештатных ситуаций. В Амурской области сейчас строят еще одну станцию номер 29 в 35 километрах от поселка Архара. Она увеличит пропускную способность ВСТО-2 от Сковородина до порта Козьмина. Сдать НПС планируют в конце 2017 года. На объекте задействовано 222 человека, 44 единицы спецтехники, основные людские ресурсы местные, порядка 70% трудится местного населения. Стоимость такого объекта – около 6 миллиардов рублей. Это будет типовая станция, похожая на предыдущую в селе Екатеринославка. Однако участок сложнее не только по ландшафту, но и по сейсмоустойчивости. Есть вероятность землетрясения до 7 баллов. По словам строителей, они это предусмотрели. Остальные близлежащие участки еще опаснее. К 2020 году «Транснефть Дальний Восток» планируют построить в Преамурье еще две нефтеперекачивающих станции – в Тыгде Магдагачинского района и поселке Серышево. В год ВСТО-2 перекачивает 36 миллионов тонн нефти. После расширения участка объемы увеличатся до 50 миллионов тонн. Работу получат свыше 500 амурчан. Наталья Погодаева, Кирилл Захаров, Альфа Новости.